В России с 30 декабря прошлого года отменили обязательный техосмотр и перевели его на добровольную основу. Однако касается это не всех. Наша съемочная группа узнала, кому необходимо получить диагностическую карту и какой будет штраф, рассказывает Мурад Жангёзов. Новый нормативный акт об отмене техосмотра был подписан президентом России в канун Нового года. Согласно документу, легковые автомобили, которые находятся в личном пользовании граждан, не требуют обязательного техосмотра. Транспортные средства, мототранспортные средства, принадлежащие физическим лицам и неиспользуемые в коммерческих целях, то есть для перевозки пассажиров, грузов, они не подлежат техническому осмотру в обязательном порядке. То есть это уже по желанию собственника. Однако закон имеет ряд нюансов. В некоторых случаях проходить техосмотр всё равно придётся. С 30 декабря транспортные средства, не прошедшие государственный технический осмотр, не будут регистрироваться в регистрационных подразделениях. Касается это именно транспортных средств, года выпуска которых прошло 4 года, включая сам год выпуска. Если водители, которые обязаны проходить техосмотр, не получили диагностическую карту, то с 1 марта заработают штраф в размере 2000 рублей. На территории республики действует порядка 12 пунктов технического осмотра. Они есть в каждом районе. В республиканском центре их несколько пунктов. Они все выставлены на сайтах ГИБДД, есть в официальных источниках. Их адреса, телефоны можно проехать или же заблагодременно записаться на определённое время и пройти технический осмотр. Новый закон не отменяет обязательный техосмотр для такси, автобусов и грузовиков. Его придётся проходить владельцам авто старше 4 лет при постановке на учёт, а также смены владельца или изменения конструкции транспортного средства. Мурат Чантьюзов, Расул Бердиев, Мухаммед Ошибоков. Вести Карачаева, Черкесия.